А вот в Бельгии разгорелась настоящая борьба за голубую кровь. Дольфина Буэль утверждает, что она внебрачная дочь короля Альберта II и настаивает на ДНК-экспертизе. Сам монарх молчит, по закону он неприкасаем. О тайнах бельгийского двора расскажет София Гордиенко. Королевский бельгийский кроссворд, найди отсутствующего. Вот король Альберт II, его жена калабрийская итальянская принцесса Паула, их дети и внуки. Как оказалось, здесь не хватает одного человека. 15 лет назад журналисты добавили еще одну ветвь к генеалогическому древу монарха. Тогда его внебрачная дочь Дельфина Буэль жила в Великобритании и избегала прессы. Но спустя несколько лет она сделала сенсационное признание. Альберт тогда жил отдельно от своей жены и практически все время проводил с нами отпуска, выходные, до тех пор, пока мне не исполнилось 6 лет. 65-летний король тогда лишь туманно намекнул во время рождественского обращения. Да, было время, когда его семейная жизнь дала трещину. У нас с женой были очень счастливые времена, но был также период, когда семья лет 30 назад пережила тяжелый кризис. И больше ни слова. Дельфина обиделась и многие годы пыталась хотя бы поговорить с биологическим отцом. Для нее пример бывший президент Франции Миттеран. Тот незаконорожденную дочь Мазарин обожал и буквально на руках носил до конца своих дней. Ситуация была бы намного проще, если бы мы с отцом могли просто нормально пообщаться, как Миттеран со своей дочерью. Но он даже не отвечает мне. Анализ ДНК – крайняя мера, на которую решилась женщина. Вот только по закону монарх неприкасаем, зато его дети могут сдать кровь. Первенец принц Филипп накануне суда вопросы о сводной сестре игнорирует. Прокомментируйте ситуацию с дельфиной Буэль. Хорошая погода, не правда ли? Наслаждайтесь солнцем. Королевская семья делает вид, что дельфины не существует вовсе. Но женщина продолжает бороться за статус, наследство или просто за правду. Если девушка из своего детства хотела иметь дата, и наконец этот дата в ней все-таки выявился реальным, тем, которого она может видеть, тем, которого она может знать, напевно, но это для нее очень важной ценностью и очень важным, важным доказанием того, что она тоже такая, как все, что она тоже полноценна. Сегодняшнее заседание суда закончилось так и не начавшись. Адвокаты сторон обменялись информацией и без комментариев разошлись. А общественность свой вердикт уже вынесла. Согласно опросам молчания Альберта II, чести ему не делают. 92% подданных считают, что монарх обязан сделать королевский жест, признать свою дочь или хотя бы поговорить с ней. София Гордиенко, Василий Трушковский, Мария Глушко, Юрий Голубенко. Подробности Брюссельское бюро телеканала Интер.